Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре новостарательный сайт Aliexpress от производителя Allblue. Это копия на довольно популярную модель Lucky Craft LV0. Как обычно постараюсь коротко, посмотрим качество изготовления и игру под водой. Рассмотрим качество поближе. Начнем, как всегда, с такой полупрозрачной расцветки, чтобы оценить внутреннее устройство. Воблер, по сути, является такой довольно интересной смесью ратлина и кренка, так как имеет лопату, а петля у него, крепление поводка, находится сверху, как у ратлина. Так, рассмотрим качество у этой расцветки поближе. Сверху у нас логотип у Blue, такая полупрозрачная расцветка, вот так интересно раскрашена спина и переход в полупрозрачный опять же, покрыт лаком, вот таким образом выглядит расцветка. И оранжевое брюхо. Вот так он выглядит спереди, лопата у нас имеет такую выемку. И с этой стороны, соответственно, расцветка не отличается. По фурнитуре колечки плоские, замены не требует, крючки к пальцам липнут, морской серии, с вот такими загнутыми внутрижалами. Надеюсь, будет видно. Проволока довольно толстая, проблем с ней быть не должно. Петли здесь не пролиты, но видно, что все петли в отдельных камерах. Как верхние, так и все остальные. Верхние, наверное, будет вам не видно. Теперь осмотрим огрузку. Огрузка полностью повторяет оригинал. Здесь у нас положено три шара металлических и три пластиковых шара. Соответственно, металлические для веса и для низкочастотного шума, они только колеблются на своих местах, хаотично не катаются. И пластиковые, соответственно, для высокочастотного шума катаются в отдельной камере. Вот так он звучит. То есть смесь этих двух звуков низкочастотного от металлических шаров и высокочастотного от пластиковых. Так ведет себя эта расцветка в ультрафиолетовом свете. Рассмотрим второй расцвет, который я выбрал. Такая кислотная расцветка. Кстати, похоже, есть и у оригинального воблера, как и предыдущая расцветка. Голубая спина, логотип воблю. Кислотно-желтые бока. Вот такое пятнышко около жаберной крышки. В этой расцветке у нас лопата матовая. Форма, соответственно, не отличается. И вот такое оранжевое пятно на брюхе. Абсолютно та же самая фурнитура. Те же кольца, все то же самое. И тот же самый шум. Отличается только расцветка. Расцвета, как всегда, больше. Посмотрите, выберите, кого заинтересует. Смотрите, оценивайте. Так ведет себя эта расцветка в ультрафиолетовом свете. И последняя расцветка, которую я заказал, такая натуральная. Черная спина. Тот же логотип углю. И вот такие натуральные бока. Голографические, вот таким образом переливаются. Здесь у нас лопата прозрачная. Как и в первой расцветке. И кислотно-оранжевая брюх. Все абсолютно то же самое. А отличается только расцветка. Так ведет себя эта расцветка в ультрафиолетовом свете. Проверим заявленные размеры и вес. Заявлено у нас 68 миллиметров и 14,2 грамма. Размер приманки без лопаты 67,5 миллиметров. И полностью приманка около 74. Проверим вес. 14,1 грамма. 14,1 грамма. Ровно в этой расцветке. 14,2 грамма. В этой расцветке. Ну все эти десятые, конечно, погрешность весов может быть и 14,1 в третий. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. Проверим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, поэтому она так популярна в оригинале. Эту модель, как я понял, сняли с производства. Во всяком случае, в наличии я ее нигде не нашел. Также, имея такую массу при небольшой длине, эта модель будет довольно дальнобойной. Качество покраски и фурнитуры я постарался также подробно показать. А стоит приманка своих денег или нет, как обычно, каждый решает сам. Проверить актуальные цены вы можете по ссылкам внизу, в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем, не хвастай, не чешуй.